Ленда, а как тебе вообще слово «самый», вот эта превосходная степень в твой адрес? Тебе не смущает это? Да вообще никак, потому что я считаю, что всё должно быть на определённом, скажем, ну не уровне, а в определённой форме, которая даёт просто возможность для дальнейшего развития и шага формы какой-то определённой, да? А есть ли какие-то вещи, о которых ты говоришь самая, вот о себе ты говоришь «я самая» или тоже? Да знаешь, в таком проблеске какой-то самости всегда существует проблеск какой-то бездарности, поэтому... Не, ну ты можешь сказать «я самая большая лентяйка», например, это же не... Да не должно быть никаких граней, мне кажется, вернее, должна быть грань... Никаких экстремальностей? Нет, экстремальности должны, контрасты быть должны, но это всё должно происходить на каком-то уровне, который бы не перевешивал середину. А легко ли всегда найти эту середину? Вот люди ищут и ищут эту середину, их мотать то вправо, то влево. Для этого мы, наверное, живём, для этого мы... А вот кто тебе помогает найти эту середину в жизни, ну наверняка в творчестве, потому что... Ну про творчество мы сейчас не говорим, да, кстати, напоминаю, что с этой минуты мы ни слова про творчество, поэтому сейчас говорим про жизнь. Кто тебе в жизни говорит о том, где эта середина, кто тебе помогает сориентировать? Да, мне кажется, говорить должно сердце твоё. И биться оно должно ровно и искренне. Вот. А если всё происходит, ну так, как происходит, наверное, значит, оно так, как и должно быть в жизни. Я думаю, что всё происходит именно так, как должно быть, иначе бы не было такого несметного количества поклонников. Я сейчас клоню к тому, что многочисленные твои поклонники сейчас хлопочут о том, чтобы создать Всероссийскую ассоциацию клубов фанатов Линды. Может быть, я об этом слышала, может быть, я об этом не слышала. Мне интересует, как ты с ними сотрудничаешь, как ты с ними общаешься. Знаешь, я очень благодарна энтузиазму наших поклонников, поскольку о большей поддержке, которую они нам дают, и мечтать можно и не мечтать. Это нас очень поддерживает, это нам всегда нужно. То есть это тебя не утомляет? Ты не считаешь навязчивыми поклонниками? Да нет, абсолютно, поскольку это люди, которые нас понимают и которые разделяют с нами то, что мы им даём. И то, что они нам дают, мы тоже с ними это разделяем. Поэтому для нас это очень важно, вот этот вот обмен энергии жизни, которая вдохновляет нас постоянно. А как ты с ними общаешься? В чай? Или приличных? Да, как только возможно. И визуально, и в чартах, и музыкально, и географически, и физически, и духовно, и морально. То есть на всём ощущении всех чувств, наверное, и физических, и моральных, и так далее, которые приобретают те или другие раскраски в жизни. Ты хочешь сказать, что любой желающий пообщаться с тобой, прикоснуться к прекрасному может это сделать? Ему стоит захотеть это. Неужели ему не надо какие-то препоны преодолевать? Для любого общения не существует никаких запретов, наверное, правильно? Хорошо бы, если бы так было. Поскольку музыка это тоже объявляет, скажем, общение, поэтому оно происходит постоянно. Я надеюсь, что среди тех людей, которые наши корреспонденты, корреспонденты национального музыкального канала Муз-ТВ опрашивали, задавая им вопрос, что Линда любит делать свободное от работы время, среди них были поклонники Линды. Сейчас мы об этом узнаем. Смотрим с удовольствием. Линда могла бы везти по телевизору аэробику, потому что у нее красиво физически сложено тело, красиво и внешне. Я думаю, что Линда может быть инструктором по плаванию у малышей, потому что мне кажется, что она любит детей. Я думаю, что Линда свободное время занимается шопингом, потому что, когда я видела ее по телевизору, она так стильно одета, и поэтому я так решила. Ну, я думаю, что она может в свободное время заниматься рисованием, но картины у нее будут очень своеобразные. Ну, я думаю, что Линда в свободное время может заниматься экстремальным катанием на роликах, потому что она сама такая экстремальная девчонка. А я считаю, что Линда в свободное время занимается верховой ездой, так как она любит риск и приключения. Мне кажется, что Линда в свободное время может путешествовать, потому что все девушки любят путешествовать, тем более в компании с прикольными пацанами. Я думаю, что по большей части у него времени уходит на посещение каких-нибудь фитнес-центров, соляриев, салонов, красоты и прочее, 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 да?